МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Там обработали помещения, места общего пользования и мебель во избежание распространения коронавирусной инфекции. Мы подбираем такое время, когда отправляется основной пассажиропоток, перекрываем зал, обрабатываем сначала один зал, потом второй, и другие помещения вокзала. Это у нас и двери обрабатываются, и лестничные перила, и подоконники. Напомню, с апреля прошлого года подразделения МЧС России регулярно проводят работы по дезинфекции социально значимых объектов и транспортной инфраструктуры по всей стране. С сегодняшнего дня владельцы личных подсобных хозяйств не смогут реализовывать мясо свиней и крупного рогатого скота, забитое на подворьях. Ветеринарные службы приостановят выдачу сопроводительных документов. Главы муниципалитетов должны будут организовать убойные пункты и площадки для скотоводов. На сегодняшний день всего 17% мяса на прилавках магазинов со специализированных боем. Остальное поступает от владельцев личных подсобных хозяйств. Вопросы не стоят о запрете выращивания, забивать или еще что-то. Вопрос стоит о том, что он вырастил, он должен тому, кто занимается реализацией это мясо, передать это по голове или вместе с ним на боинский пункт забить под ветеринарным надзором. И дальше пошли они в реализацию на рынок или на мясокомбинат, или куда это мясо направляют. И уже в сопровождении подконтрольной ветеринарной службы. Напомню, в Алтайском крае отложили введение новых порядков убоя. Соседние регионы, Омская, Новосибирская и Томская области, а также Республика Алтай уже ввели запрет. Предприниматели должны понимать, во-первых, свою ответственность, во-вторых, что вот эти меры, которые сегодня мы делаем, это еще раз ведет к тому, что они имеют страховку, когда они будут продавать мясо, когда будут к ним какие-то вопросы возникать, где мясо, откуда и так далее, происхождение. Поэтому здесь все тремосвязано, будем работать согласно действующим законодательствам. Если запрет не ввести, Алтайский край лишится возможности поставлять мясо в другие регионы, так как в 2022 году продукция не сможет пройти освидетельствование по ящеру, Всемирной организации по охране здоровья животных. Недопущение случаев подворного убоя животных – основное условие. За нарушение правил будет накладываться административная ответственность в виде штрафов. А за выписку ветеринарной службой подложных документов придется нести уже уголовную ответственность. Новые категории педагога-наставника и педагога-методиста могут ввести в Алтайском крае. Наш регион вошел в число пилотных по апробации новой процедуры аттестации работников образовательных учреждений. 13 регионов страны примут участие в эксперименте. Участниками проекта в нашем регионе станут 36 педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию. Такое нововведение обеспечит престиж профессии учителя и сформирует систему наставничества. За время внедрения пробной процедуры сформируют научно обоснованные и практикоориентированные предложения по внесению изменений в порядок проведения аттестации педагогов. В домах многодетных семей Алтайского края установили 97 пожарных извещателей. Пожарные извещатели в домах малоимущих многодетных семей, в том числе находящихся в социально опасном положении, устанавливают с 2018 года. Работу проводят за счет средств краевого бюджета. В 2021 году на эти цели направили 6 миллионов рублей. В каждом районе края формируют список семей, согласных на установку в их доме противопожарного устройства. На сегодняшний день в регионе извещателями оборудованы 3,5 тысячи жилых домов. В Алтайском крае состоятся мероприятия в честь 120-летия со дня рождения режиссера Ивана Пырьева. Они пройдут в Барнауле и на малой родине режиссера в Камне-на-Аби. 12 ноября в городском дворце культуры Камня-на-Аби пройдет художественно-публицистическая программа. В ней представят песни и отрывки из знаменитых кинофильмов режиссера. 17 ноября в Барнаульском кинотеатре премьера состоится киномероприятие «Иван Пырьев. Новатор в искусстве». В этот же день в Государственном музее истории, литературы, искусства и культуры Алтая пройдет программа «День Ивана Пырьева в музее» и презентация документального фильма «Иван Пырьев. Я родом из Сибири». Его сняли Владимир Кузнецов, Вера Уразова, Анатолий Фукс и Елена Огнева. Кроме того, 23 ноября в кинотеатре премьера всем желающим покажут фильмы «Трактористы», «Идиот» и «Богатая невеста». А у меня все к этому часу. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.